Я приветствую всех, кто смотрит телеканал Политвестник. Сегодня в рамках программы Политпросвет мы вновь беседуем с профессором МГУ имени Ломоносова Владимиром Томсиновым. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Сегодняшняя программа, тема, которую Вы заявили «Президент против государства». С чего бы вдруг такая жесткая тема? Ну, мысль о том, что президент может быть опасен для государства, что он может вести войну против государства, она кажется странной там, где верховная государственная власть отождествляется с персоной, с главой государства. И вот именно такая ситуация существует в нашем обществе. Вы имеете в виду персональную власть, неограниченную Владимиру Путиным? Ну, нельзя сказать, что неограниченная, а именно персональная. То есть, неинституциализированная. Вот, может быть, причем, вот как ее, как личную власть воспринимает и общество. Вот вспомните, перед президентскими выборами говорилось часто сторонниками Путина, что если Путин не будет избран, то нас ждет хаос, распад государства. То есть, обратите внимание, судьба России, а судьба России в данном случае виделась не в развитии политических институтов, государственных институтов, а она связывалась с тем, с той персоной, которая займет пост главы государства. И надо сказать, что вот такое представление о государстве, вот это персонифицированное представление, оно, конечно, во многом имеет истоки, ну, в общем, в особенностях нашего сознания. Вот, ну, простейший случай, какая реакция обычно следует на какое-нибудь высказывание по острой теме того или иного человека? Обсуждать начинают этого человека, как правило. И вот мысль о том, что человек, облеченный властью, играет определяющую роль в развитии государства, она является отражением реальной ситуации. Потому что, если мы посмотрим на наше современное государство, то мы увидим, что оно, в общем-то, персонифицированное в большей степени, чем институциализированное. У нас даже, кстати, в России есть такая поговорка «без царя в голове», то есть в голове должен быть царь обязательно. Да, должен царь быть в голове, и потом «боже царя храни». То есть, на самом деле, вот это доминанта общественного сознания составляет цивилизационную основу нашей государственности. И, я думаю, губительную основу для самой государственности. Гимн «Боже царя храни» сильный, державный, то есть связывается государство с личностью. Но, опять же, раньше-то ведь царь был все-таки помазанник Божий, он отвечал перед Господом за свои деления. Да, и он был скован, конечно, традициями. Он передавал власть своему сыну. То есть, это государство было как бы принадлежностью его семьи, и он, конечно, об этом государстве заботился. А сейчас президент, случайная фигура во главе государства, которое для этого государства, в общем-то, чужое. Он имеет свои личные интересы, а у государства свои интересы. Конфликт неизбежен уже только по этой причине. И, естественно, очень часто личный интерес начинает преобладать над интересом государственным. У нас, кстати, рассказывают о том, что Владимир Владимирович очень сильный государственный. Нет, но он сам же признал, что вот он только сейчас, допустим, решил, что пришел возраст, когда он может поработать на государство. А раньше он на что работал? А он, вот, видимо, на себе. Ну, возьмите, или на Ельцина. Вот возьмите, с чего начал-то он? Указ 1763, 31 декабря 1999 года. Он только что стал исполняющим обязанности президента. Это указ о гарантиях? Указ о гарантиях президенту, прекратившему исполнение своих полномочий и членам семьи. О чем же этот указ? О том, что президент, прекративший исполнение своих полномочий, освобождается от уголовной административной ответственности. Позвольте, у нас в Конституции закреплен принцип праведства всех перед законом. И в уголовном кодексе этот принцип закреплен. Ну, а если потом человек перестал быть президентом, а на него начались гонения? Никто же в президента не захочет, Владимир Алексеевич? Ну, тогда, в то время, когда ты являешься президентом, позаботься о том, что у нас был бы независимый суд. Поэтому очевидно, что это нонсенс, освобождать какого-то человека от ответственности. В феврале 2001-го был издан федеральный закон, тоже с таким же названием о гарантиях, который не могло сузил смысл прежнего указа. Теперь он не подлежал ответственности за свои деяния, совершенные в период исполнения им полномочий президента. Но это тоже противоречит Конституции. Это что, выходит, он может наживать многомиллиардное состояние, грабить страну и не подлежать никакой ответственности. Это нонсенс. И это фактически, вот, издание этих указов, и указов, и издание этого закона, конечно, противоречило Конституции. И в Древнем Риме существовал принцип, который поразгласили во время римской монархии, римские юристы, первая фраза этого принципа, этой формулы. Все, что угодно принципу, имеет силу закона. То есть у нас, что же, выходит, государство строится на этом принципе. Это в 21-м веке. И вот мы видим наиболее очевидное выражение персонификации государственной власти. Ведь современное государство, вообще-то, покоится на определенных устоях. Это господство права, в первую очередь. Это равенство всех людей, пребывающих на территории государства перед законом, независимо от их должности, независимо от их богатства. Это свободные, проводимые в строгом соответствии с законом выборы. Это независимый суд, подчиняющийся только законам. Это, наконец, свобода слова, предполагающая, в общем-то, свободное высказывание о пороках государственного управления. Вот для чего эти принципы существуют? Вот в чем их смысл? Если мы поразмыслим внимательно, то ведь эти принципы не обеспечивают прихода к власти лучших людей, действительно достойных людей, мы кого только не видим на посту президента в государство, где эти принципы действительно на практике исполняются. Берлускони, например. Берлускони, да Буш, которого, в общем-то, значки выпускали с названием «Идиот», «Техасский идиот», во время его президентства. И в чем же смысл тогда этих принципов? Я думаю, я много над этим размышлял, это тема, в общем-то, и моих исследований. Смысл этих принципов прежде всего в умолении роли человека в государстве, в осуществлении государственной власти, в подчинении человека неким принципам, устоям, институтам. Здесь человек может, занимающий высший пост, если в государстве вот эти принципы существуют, может, как угодно себе вести. Вообще, там, где эти принципы существуют, можно не обращать внимания на личные качества людей, занимающих высшей должности. Да будь ты хоть подлец, хоть кем-то, вором, взяточником, кем угодно будь. Но пройдет срок, если только ты еще по импичменту не будешь отстранен от должности, пройдет срок, тебе не выберут. И ты будешь подлежать ответственности потом. Вот эргейтский скандал, помните? Да, Никсон просчитал, что импичмент вполне реален, ушел. В 1974 году. А история с Моникой Левинской совсем недавно? Да, совсем недавно. Причем, обратите внимание, Клинтон ведь мог попасть под импичмент и быть отстраненным от должности за лжесвидетельство. Казалось бы, не очень-то серьезное преступление, но оно считалось серьезным, поскольку оно порочило в общем-то должность президента. И вот если с этой точки зрения посмотреть на наше государство, то вот просто невиданная роль личности, вот персоны, которая занимает постглавы государства, она фактически препятствует развитию этих принципов, препятствует тому, чтобы они устоялись. И совершенно очевидно, что в этом смысле вполне можно говорить о том, что президент выступает против государства. То есть он дискредитирует президентскую... Президент фактически ведет войну против устоев государства. Он не позволяет уствердиться в стране традиции свободных выборов, законных, традиции господства права, традиции равенства всех перед законом. И это очень серьезное деяние. Я думаю, зря совершенно сосредоточились на разных там дворцах, на разных там других действиях. Ну, надо ведь по-серьезному подходить вот к этому вопросу. А как? Самое серьезное, в общем-то, деяние Путина, это, я думаю, воспрепятствование утверждению институционального государства у нас, основанного вот на этих перечисленных принципах. И надо сказать, что ведь вот это персонифицированное государство, или персоналистское, можно его назвать, персоналистский способ посуществление верховной государственной власти. Нередкое явление в истории. Но для современной эпохи это государство, конечно, архаизм полный. А вот когда это государство было типичным? В средние века. Причем, любопытно, вы вот обратите внимание, персона короля в средние века фактически отожделялась государством. Посягательство на персону короля объявлялось государственным преступлением. Но знаменитое государство, это я. Нет, вот Людовик XIV, кстати, не совсем так показал, это вырвали из контекста. При Людовике XIV, кстати, стали освобождаться от этого отождествления короля, персоны короля с государством. И при Людовике XIV стало развиваться институциональное государство во Франции. Оно начало развиваться еще во время Решилье. Реформы Решилье были призваны создать действительно устойчивые государственные институты, устойчивые государственные учреждения. А Людовик XIV пришел однажды на свидание Парижского парламента, это высший апелляционный суд во Франции, который регистрировал королевские указы. А они вступали в силу с момента регистрации, а не с момента, кстати, подписания королем. И он стал ругаться, почему они те или иные указы не регистрируют. И вот тогда он заявил, вы думаете, это вы государство, это я государство. То есть, смысл-то его другой был, что должность короля выше должности члена Парижского парламента. Вот в этом. Вот в чем дело. А когда он умирал, он сказал, слова эти записали, те, кто были у его постели. Не грустите, я умираю, но государство остается. То есть, а вот наиболее ярко процесс институциализации государства, освобождение вот этой пресс-сонификации верховной власти, он протекал в Англии. Вот я в прошлый раз говорил о том, что напрасно считают, что революция это обязательно крововой кошмар. Большинство революций были мирными в истории и очень позитивными. Вот первая такая революция, которую я специально изучал, это революция Генриха Восьмого. Он что сделал? Ну, во-первых, он изменил конструкцию верховной государственной власти. Он стал по-настоящему абсолютно монархом. Он стал во главе церкви одновременно. Восстановил титул императора, который раньше принадлежал королям. Произвел перераспределение собственности, но самое главное, что он сделал, он стал создавать правительство в качестве института. Вместо Королевского совета, который состоял из магнатов, он создал тайный совет. который состоял из профессионалов. И в дальнейшем уже при Елизавете вот эта тенденция получила развитие. Ведь Елизавета, когда к ней приставали, особенно с просьбами выйти замуж, она заявила, успокойтесь, парламентариям, я замужем. Ну, они, конечно, остолбенели. Она после некоторой паузы, обведя всех, сказала, я замужем за Англией. Смотрите, какой смысл очень высокий у этой фразы. она заявила всем, что ее главный интерес, это интерес Англии, ее личный интерес. И вот при ней произошла дальнейшая институтализация верховной власти. Это в судебной практике было выработано решение, что король имеет два тела, физическое и политическое, и что есть имущество, которое принадлежит должности короля, а есть имущество, которое принадлежит личности короля. А в дальнейшем это еще во время революции еще получило утверждение, новое утверждение. Вот возьмите, станьте на позиции революционеров английских. Это время, весна 1642 года, когда ясно, что надо будет воевать с королем, а воевать нельзя. Война против короля государственная измена. Что делать? И вот воспользовались этой конструкцией, которую выработали судьи английские конструкции двух тел короля. И в декларации 26 мая 1642 года заявили, что мы в данном случае воевать будем не против короля, а против Карла первого. И будем воевать за королевскую власть. То есть они отделили носителя верховной государственной власти от института. И вот институциализация полная английского государства произошла во времена Георгия первого. Король глава государства полный идиот. И государство процветает без него. Спокойно функционирует. Вот смотрите дальше. Самый опасный период вообще для общества любого это период краха старого государства, которое изжило себя. Старое государство в себе изжило, но его еще не появилось. и вот в этот период очень много зависит от людей, которые заняли высшие посты. Смотрите, как действовали люди, занявшие высшие посты в США и как действовали люди, занявшие высшие посты у нас. В США отцы-основатели США. Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон, Джордж Вашингтон, Александр Гамильтон, вот эта бригада. Чем они занимались? Они занялись изначально созданием институционной основы государства, при которой роль личности сводилась бы к минимуму. И это они делали сознательно, потому что они проводили в своих писаниях, особенно Джеймс Мэдисон, если взять федералист, 10-ый номер, там его статья, и он прямо говорил, что на человека надеяться смысла нет, потому что он склонен деградировать, и его честность может быть развращена разными обстоятельствами. Надеяться нужно только на институты. И вот смотрите, они изначально создавали институты и учреждения, которые сводили роль личности до минимума. Глава государства получал огромные полномочия, но они позаботились о том, чтобы персона, занимающая эту должность регулярно сменялась. Вот смотрите, что произошло интересно. У них в Конституции в то время не было закреплено нормы, по которой одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд. Но это все, вот это правило, видимо, установленное по договоренности, свято соблюдалось. У нас Владимир Алексеевич тоже, Владимир Владимирович, не занимает сроки подряд. Побыл он два раза, потом Дмитрий Анатольевич, теперь снова Владимир Владимирович. Это противоречит принципу сменяемости, противоречит духу, в общем-то, Конституции. И очевидно, что вот у них же ведь, когда только был нарушен этот принцип? Во время войны. Франкин Рузвельт, он в сороковом году избрался третий раз. Но война уже шла. И вот только тогда они поняли, что традиция нарушена, значит, надо принимать поправку, которая законодательно закрепляет не более двух сороков. И чем это все может закончиться? Ну, персоналистское государство очень уязвимо, потому что здесь многое зависит от авторитета носителя высшей государственной власти. Если авторитет падает, это государство может распасться. Я говорил в прошлый раз именно о распаде государства, а не о распаде России. Россия, как единая страна, скорее всего, сохранится. Нет особых причин для развала, распада, раздробления. Но вот государство может распасться, потому что очевидно, если глава государства не имеет власти, а он фактически стал источником власти для чиновников, то население просто может перестать подчиняться, начнут создаваться стихийно какие-то параллельные органы власти. Чиновники перестанут выполнять свои обязанности. Они же, кстати, во многом и сейчас уже перестали выполнять свои обязанности. Поэтому очевидно, что наша задача заключается не в том, чтобы долой кого-то, убрать кого-то, но убрали Путина, а государство осталось персоналистское, просто придет новая фигура, еще хуже может быть. Потому что достоинство Путина для нас хорошее качество, то, что он теряет авторитет. Ведь, как ни странно, теряющий авторитет глава государства обычно он делает больше для развития государства, потому что он вынужден будет развивать институты. Но самое главное, что мы должны отойти от этого персоналистского государства, которое во многом составляет цивилизационную основу нашей государственности. И мы должны обратить особое внимание на развитие принципов, институтов, устоев. Институты это основа государства, это правила, по которым действуют государственные деятели, правила, определяющие взаимоотношения государственных деятелей между собой и государства с гражданами. Я благодарю вас, Владимир Алексеевич. Итак, несменяемость власти зачастую ведет к распаду государства, не обязательно страны, а государство нужно тоже беречь. Смотрите «Политвестник». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!